нужно сказать что нацисты решили несколько проблем сорок пятом году ну в частности в кубу в ходе эйфории по поводу победы союзники пустили одну вещь кто капитулировал в сорок пятом году капитулировала немецкая армия но не партия и не государство кроме того нацист американцы смогли захватить только золото ресурсы государство третьего рейха но были вывезены и американцы не смогли этого захватить и мы не смогли были вывезены было вывезено золото партии и золото ss это мощнейший ресурс четвертого рейха кстати наркокартеля латинской америке создавали немцы после 45 года логика простая нам нужны деньги кроме того мы проиграли американцам войну но мы будем убивать с помощью наркотиков и например вы знаете какой был как называется самый известный наркокартель в южной америке во первых где самые из два известных наркокартеля в южной америке в какой стране колумбия а может кто-то знает как и картель и называются медельин и калий калийский так вот медельинский картель создавал клаус барби это француз нацист который которого потом его еще кличка лионский палач его выдали потом франции вообще нужно сказать что европа очень активно сражалась с советским союзом против в рядах третьего рейха французы очень гордятся своим сопротивлением но в сопротивлении людей было значительно меньше французов чем в гитлеровской армии и очень показательно что когда мы штурмовали берлин его защищали сказать уже на подступах к рейхсканцелярии 2 ссовских батальона эстонский и французский то есть европа хорошо повоевала кстати треть всех немецких танков которые воевали на восточном фронте это сделали наши братья славяне чехи когда немцы взяли чехословакии они заводы skoda переименовали в герман геринг вверх вверх и чехи так и клепали эти танки сказать они работали против советского союза если вы когда не попадете в музей французской армии в париже он очень интересный там на последнем этаже часть экспозиции посвящена второй мировой войне и вы знаете что францию немцы разделили на две части северную часть они захват поставили под свой полный контроль и французы очень хорошо жили под немцами вот на юге была республика виши это французская такая коллаборационистская с немцами государства так вот на этой карте которая висит в музее французской армии написано на севере для зон дю саботаж зона саботажа это как будто французы сказать саботировали вот саботажем занимались наши на оккупированных территориях французы саботажем не занимались отдельная тема цена победы здесь очень много спекуляций кто знает каково было со каково соотношение военных потерь наших и немцев если мы берем потеря немца за единицу сколько мы отдали своих за эту единицу наша либерастическая публика кричит лечит крик кричит 5 к 1 8 к 1 10 к 1 на самом деле такое же вранье как цифры солженицына по архипелагу гулаг значит запишите пожалуйста это нужно знать чтобы сказать сходу лупить оппонентов значит пишем такую табличку военные потери и в ней два столбика ссср германия значит военные потери ссср столбики 11 миллионов девятьсот тысяч германия 8 миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч соотношение потерь одна целая двадцать девять сотых против единицы да мы потеряли больше чем немца но не пять к одному не восемь к одному одна целая двадцать девятых двадцать девять сотых против нас воевал ведь евросоюз нужно я с большой радостью всегда на западе рассказываю европейцам что их создатель евросоюза это гитлер и гитлер так и говорил что он создают конфедерацию европейских народов и будет общая валюта то есть евросоюз был создан гитлером и с этим не сказать не поспоришь значит теперь запишите также преднамеренно гитлер гитлеровцы уничтожили семь миллионов четыреста двадцать тысяч триста семьдесят девять человек на принудительных работах германии погибли два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи триста тринадцать человек от жестоких условий оккупационного режима погибли четыре миллиона сто тысяч человек значит всего мы потеряли военных и мирных потерь двадцать шесть целых семь десятых миллионов человек из них немцы сознательно уничтожили более десяти миллионов человек это была политика план ост уничтожения русских давайте затем посмотрим а сколько немцы потеряли мирного населения запишите пожалуйста у нем немца потеряли мирного населения около 4 миллионов человек из них 33 миллиона от англо-американских бомбардировок причем англо-американцы исходили из того что нельзя бомбить заводы это частная собственность они потом пригодятся нужно бомбить города чтобы наносить максимальный урон гражданскому населению чтобы немцев а становилось меньше и чтобы они не были недовольны своим режимом запишите пожалуйста доктрина левина моргентау это два ученых американских сознательное уничтожение мирного немецкого населения левин и моргентау это два исследователи левин и моргентау сознательно уничтожение мирного населения вообще у левина была оригинальная идея он считал что немцев нужно всех стерилизовать чтобы немцы больше не размножались все с этим нужно закончить это контрастирует резко с позиции сталина который говорил гитлера приходит и уходит а немецкий народ остается очень интересную фразу сказал черчилль в сороковом году черчилль написал мы гир великобритания воюет не с гитлером и даже не с национал социализмом она ведет борьбу с немецким духом духом шиллера чтобы он никогда не возродился интересная фраза очень то есть британцы ввели войну на уничтожение немцев нужно сказать кстати что то что сотворились немцами за 70 лет после 45 года до их действительно духовно кастрировали у меня была какая-то надежда на то что когда я видел рамштайн я думал что вот придет поколение которое воспитано под музыку рамштайна и что что то сказать появится такая мощная выливая социальная сперма в этом народе нет ничего не появилось к сожалению и вся практически элита интеллектуальная и политическая германии она сказать абсолютно проамериканская североатлантическая я помню как у меня брал интервью один журналист из одного известного немецкого журнала по второй мировой войне это было как раз в две ты это было 2005 году как раз было 50 лет я сказал что главная причина мировой войны это противоречие между великобританией и сша он выключил митофон и сказал господин профессор я не смогу это опубликовать игру и вы скажите что это российский профессор сказал быть нет я же беру интервью будет вы не понимаете мы гайд под жестким контролем американцев у нас будет фактически протекторат и ведь мы такие вещи не можно сказать у нас вот гитлер вовсе во всем виноват